Вы верите в сказки? Вы можете передумать, когда услышите историю о пятисотлетнем дубе или дереве тиндере, ответственном за сотни любовных историй на своем веку. Как и большинство сказок, эта история началась много-много лет назад в далекой-далекой галактике. Нет, не так. Если точнее, это случилось почти 130 лет назад на планете Земля. Скромный немецкий шоколатье по имени Вильгельм встретил прекрасную девушку. Она была дочерью Лесничева и звали ее Минна. Отец Минны не одобрял отношений юноши и девушки. Возможно, он не считал производителя шоколада достойной парой для своей дочери и не хотел этого союза. Влюбленные были убиты горем. Они решили найти способ общаться друг с другом. Им удалось отыскать милый дуб недалеко от дома Лесничева. Он стал тайным деревом, в дупле которого они оставляли друг другу любовные послания. Они продолжали секретную переписку, пока однажды о ней не узнал отец девушки. На удивление, вместо того, чтобы их наказать, он дал свое благословение на свадьбу. Думаю, он осознал, что не может стоять на пути у настоящей любви. Влюбленные времени не теряли и поженились в 1891 году под своим тайным дубом. Их брак длился всю жизнь. Эта маленькая любовная история, благодаря эффекту бабочки, породила еще много похожих случаев. Когда мир впервые узнал о ней, дуб прозвали Der Breutigemseiche, что на русском означает дуб жениха. С тех пор многие искатели любви отправляли дереву письма в надежде, что кто-то найдет их и ответит. В 1927 году дерево начало получать столько писем, что обзавелось собственным почтовым адресом и почтальоном. Карл Хайнс Мартенс, доставлявший любовные послания к дубу целых 20 лет, однажды признался, что считает это прекрасное дерево очень романтичным. А доставку писем к дубу почтальон назвал своей любимейшей обязанностью. Но больше всего Мартенсу запомнилась, пожалуй, его собственная история любви. В 1989 году телестанция делала репортаж о дубе жениха. Естественно, журналисты взяли интервью у почтальона, доставлявшего к нему письма. Зашел разговор о том, удалось ли самому Мартенсу найти любовь с помощью дуба. И тот ответил, что нет. Всего через пару дней после выхода выпуска Карл заметил записку, написанную от руки, с пометкой «Почтальону дуба жениха». Она была от девушки по имени Рената, которая хотела с ним встретиться. А остальное, как говорится, история. Они поженились, и их фотография под дубом тиндером попала в газеты. Пара даже выиграла приз за свадьбу года. Двое счастливо женаты по сей день. Естественно, эта история остается для Мартенса самой любимой из всех, что он видел и слышал. Но он может рассказать еще много историй. В 1958 году немецкий солдат по имени Питер Памп вытащил из дерева кусок бумаги, на котором было только имя и адрес. Несмотря на то, что там было много писем с гораздо большим количеством информации о написавших их дамах, молодого человека потянуло именно к этому, и он решил ответить на письмо. Оказалось, уважаемая мисс Марита не писала никаких писем. Это сделали ее подруги, желая помочь ей найти любовь. В любом случае, солдат и мисс Марита переписывались больше года, пока не набрались смелости встретиться лично. В 1961 году они поженились и живут вместе до сих пор. Еще одна история произошла в 1988 году. Мартенс доставлял письмо от 19-летней Клаудии. Она искала всего лишь друга по переписке, и ей ответил некто Фридрих Кристиансен. К сожалению, он был из Западной Германии, а Клаудия из Восточной, так что в то время они не могли встретиться. Два года они обменивались письмами, постепенно влюбляясь друг в друга. Наконец, когда в 1990 году разделенная страна воссоединилась, голубкам удалось встретиться и пожениться. Благодаря 500-летнему дереву произошло очень много счастливых историй. Дуб получает больше тысячи писем в год от людей со всего мира, которые ищут свою любовь. Кажется, больше всего любви витает в воздухе летом, потому что в это время приходит больше всего писем. Существует даже суеверие, которое гласит, что если вы знаете человека, с которым хотите вступить в брак, нужно трижды обойти ствол дерева в полнолуние, думая о любимом. Все это нужно проделать молча и не смеясь. Если вам удастся сделать все по правилам, считается, что свадьба с любимым произойдет в течение года. Это может выглядеть шуткой или откровенным бредом, но факт остается фактом. Дуб соединил сердца многих влюбленных. Так что, возможно, в этом что-то есть? Кажется жутко нечестным то, что древнее дерево щедро делится со всеми волшебством, но не получает любви взамен. Неужели ему суждено остаться одиноким, отыскав любовь для всех кроме себя? К счастью, нет. Должно быть, людям стало жаль этого Купидона, и дуб жениха символически женили на 200-летнем каштане близ Дюссельдорфа. В конце концов, что значит 300-летняя разница в возрасте между двумя почтенными деревьями? Он же не грабил оранжерею, верно? Нет. Несмотря на то, что они находились в 480 километрах друг от друга, деревья были женаты 6 лет, прежде чем каштан срезали из-за возраста. О, пожалуй, лучше любить и потерять, чем жить совсем без любви. Или она была в тупике? Или пора дубу жениться на милом дереве поближе к дому? Лучше мы подождем и посмотрим. Я болею за них. Ну что, народ, если вы или ваш знакомый ищет любовь или товарища по переписке, можете написать письмо дубу жениха. Дуб жениха, Додауэрфорст, 23701, Ойтин, Германия. А если окажетесь там, не стесняйтесь нанести ему визит. Отправляйтесь по дороге Б-76 из Ойтинов плен. Сверните направо на винокорне Алекса Мюнстера и увидите деревянный знак, указывающий на дерево слева. Дуб окружен милым заборчиком с проходом посередине, ведущим к лестнице. По ней нужно забраться, чтобы добраться до дупла с письмами. Если решите посетить дерево, не забудьте соблюсти правило номер один. Вы можете прочесть любое письмо в дупле, даже все, но взять с целью ответить, можно только одно. Остальные письма нужно засунуть обратно в дупло, чтобы кто-то другой тоже смог найти свою любовь. Даже если вы не ищете любовь, это очень живописное и наполненное историей место, которое стоит увидеть. Если вам не понравится, вы всегда можете просто уйти. Кажется ли вам, что это реально, найти любовь, отправив письмо дереву? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если сегодня вы узнали что-то новенькое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с другом. Постойте, не убегайте никуда, у нас больше двух тысяч крутых видео для просмотра. Просто выберите ролик слева или справа, нажмите на него и наслаждайтесь! Оставайтесь на яркой стороне жизни!